Здесь мы что видим? Здесь мы видим, чем тесты Loud Sound отличаются от любых других. Небольшое предисловие. Сегодняшний обзор у нас, во-первых, записан без микрофона, настроен на микрофон камеры, поэтому за качество звука извините. И, во-вторых, извините за пердеж. У нас сегодня очень много пердежа, у нас практически все видео будет пердеж. Для тех, кто не знает, пердежом умные комментаторы называют звучание в громких автомобилях, которое просто не может записать нормальный микрофон. Поэтому вы слышите искажения, сегодня у нас будет очень много искажений, у нас уже есть целая армия любителей пердежа. Они кайфанут, но те, кто не в теме, пожалуйста, пусть вас не бомбит, не пишите, что за пердеж, как вы это слушаете. Мы слушаем совсем другие звуки, поверьте мне, просто ни один пока нормальный микрофон это записать не может. Всем привет из магазина LoudSound, долгожданнейший, судя по вашим комментариям, тест Machete Sport. Просят обзор Machete Sport. Я не знаю, как делать обзор уже сабвуферов, просто так вот. Вы хотите просто обзор сабвуфера, это взять его пощупать, сказать, что у него вот здесь есть шайба, здесь есть колпак, здесь есть губа. Это обычный сабвуфер, бюджетный, но компания Alphard попыталась уместить в этом бюджете максимальную прочность. Назвала спорт, что типа это для начинающих спортсменов, тех, кто хочет уже соревноваться, участвовать в соревнованиях SPL, но у него недостаточный пока бюджет на боевые сабвуферы. С этих сабвуферов можно начинать, нам компания Alphard это говорит, мы еще не знаем. Она заявляет эти сабвы как очень терпеливые, и вот тест, который сделала сама компания Alphard, показал, что этот сабвуфер, один сабвуфер 15, может выдать 157 дБ в боевой машине. Это очень круто для этого саба, уже должен быть какой-то саб прочностью выше среднего, но смысл в том, что в повседневе себя сабы, которые показывают себя в спорте хорошо, могут показать себя плохо. Поэтому мы сегодня вкрутим 4 штуки Machete Sport M15 в тринажку, всеми вами любимую, и поездим, послушаем музыку. Посмотрим, на что способны эти сабвы в стене. Бюджет такой инсталляции получится около 30 тысяч на сабвовое звено. Мы померяем, посмотрим, сколько сабвуферов выдают давление, и поездим, послушаем, пока они не сгорят. Я не знаю, бунт полетит, убьем их. Спали вот на нас. Сейчас волшебство, смотрите, вот сабвуфер. Сейчас Тёма пойдет и его и вкрутит моментально, даже стемнеть не успеет. Все, зима пришла, все на колесах, на страшных. Хаммер теперь как трактор. Только тринажка всегда в одной паре. вечно молодая, как и Тёма, да, вечно молодой. Тринажка, я говорю, вечно молодая, посмотри. Бэха устала, хаммер на говномес похож. А тринажка только молодеет. Теперь сабвы вот какие молодежные у нас стоят. Мачете называются, спорт. Потому что мы спортсмены, посмотрите на Тёму. Что, не спортсмен, что ли? Я тоже всё спортивней и спортивней с каждым днём. Что такое, трамблёр регулируешь? А ну, включи. Давай сильнее. Она вот так делает. Тринажка завылась, что в неё мачете вкрутили. Типа, не гоже в машине с такой историей, сабвуферами такими недорогими. Ну, мы сейчас посмотрим, насколько они недорогие. Уже вон, печка одна наваливает 94 децибела. Смотрите, печка валит. Ни хера себе, Тюма, ты что творишь? Нашина буксует, дрянь, прям, в доме три не работает. У тебя есть ностальгия, когда ты в тринажке ездишь? Ностальгия, б***ь. Прикиньте, тут сзади раньше, какой гроб стоял. Валило 153, все говорили мало. 153, это не мало, это вообще ахуительно, когда у тебя 153 вечно валит. Собственно, что у нас стоит мачете спорт, сзади как подключено? В 1 Ом каждый моноблок. То есть у нас 2 10-киловаттника, суммарно сабвы приходят на них в 2 Ома, соответственно делится, каждый моноблок работает в 1 Ом. Киловатт 10 у нас точно есть. Бардак, сделайте, пожалуйста, дорожники кто-нибудь насмотрят, пожалуйста, сместите нахуй это кольцо. Сделайте тут перекресток. Тут такой бардак вечно, даватора Малиновского. Это просто бермудский треугольник. Я вчера приору подрезал, номер 600, черная. Ты его запомнил? Друг, я тебя запомнил, я даже нашел тебя вконтакте. И тебе просто повезло, что было не воскресенье, в воскресенье бы я бы тебя специально в ебан был в жопу. Почему в воскресенье? Ну просто, просто на работу не надо ехать. У нас длинные руки, да ладно, не верьте, мы тема добрый, он... Черная Априора, номер 600. Черная Априора, номер 600. Мы тебя запомнили, приедешь в магазин, не получишь скидки, да? Мы жестокие, мы беспощадные, можем даже в суд подать. Сейчас, короче, нафиг. Так, у нас сейчас полностью в боевых условиях. Ну как, в боевых, в повседневных. Мы именно поедем, послушаем музыку. Сколько мы увидим децибел, ну и не сгорят ли они. Потому что два десятитысячника, это вообще, ребята, не шутки. Вообще не шутки. Один это не шутки, а два это очень круто. Что, поехали? Да. Что, поехали? Мы видим 151 децибел пока. Ну, больше, я не знаю, есть куда включать. Нужно открыть одну дверь. Да, но это, по сути, с закрытыми дверьми. Сейчас посмотрим, чуть-чуть поднять может. Но смысл в том, что сейчас сабы терпят. И мы поставим синусу, считайте, вливаем две на 34 герцах, что не очень хорошо. И 38 это ближе к настройке. Итак, подняли сейчас на 152, даже 153 в пиках есть. Окно приоткрыли и чуть-чуть больше мощности дали. Запаха пока нет, сабы пока живут. Слушаем дальше. Продолжение следует... 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 так вот сразу сейчас идут на те кто начинает писать что у меня с одного больше да сейчас мы прокатились нормально с обомлили вот на повседнев сложновато ступо держать хотя есть если делать повседнев сейчас мы посмотрим рез сколько можно выжать отсюда я вот тут вот там вот эти охереют извините пожалуйста если вы там трахаетесь или курить и дурь перебор с мощой слышно сабы в клип уходят мощи очень много сто пятьдесят четыре девять но это мы еще машине почти 155 децибел дома хочет еще синусу сейчас я обнулю хорошо уже вот это уже хорошо ты почти страдивари передавил но они на одном сабе тюма на 600 у нас меньше ну страдивари никто к никогда и не перегонял можно только приблизиться как результату так у нас есть легкий запах но я бы сказал что сабы еще проживут сколько но еще обратно мы доедем но я думаю постараемся убить так вот он рез максимально у нас три ножки для понимания максимально у нас 158 и сколько 5 по моему и таком подключении при подключении вниз ком 169 но эти сабы точно не выдержат такого подключения скорее всего мы даже не запустимся в нормальный рез не выйдем уйдут защиту усилки очень достойно я ожидал худшего то есть сабы вывозят среднячок 153 154 в пиках и макс срез у нас вот такой сейчас уже уже одобрено хочу бы не было одобрено если мы пиарим альфар да мы пиарим альфар я не знаю где он а вот он лежит так а стекло царапается а вдруг поцарапаешь стекло давайте слышно нормально так и придавливает хотя бы поднимем дворник а то он пробьет по стеклу сейчас разобьется эти вода в салон льется видите что происходит уставить продолжаем и вкрутили новые сабвуферы это уже 16 у нас запасных много датчик отпал ну что ж ты будешь делать давай их убьем тем давайте давайте сделаем следующую вещь тема и спельщик опытный конечно но у меня гораздо больше опыт в убийстве сабвуферов сабвуферов я положил гораздо больше сейчас мы поменяемся тема не смог их убить слабак я думаю у меня получится лучше суральчик обрадуется я думаю а потом мы проверим лучше ли перемотанные суральчиком сабвуферы мачете спорт чем оригинал обычные мачете лучше да мы так проверили уже не раз он хорошо мотает действительно сабвы становятся крепче нам не не жалко их палить мы знаем что они будут лучше сурен получит деньги вы получите удовольствием и продажи всем хорошо только вот этим мачете спортом сегодня я хоть рисуюсь айфоном 7 плюс никогда бы не подумал говорил шестерка большая пятерку обратно купил себе потом опять шестерку теперь вот это как-то тут же нет разъем ну нет у него разъема вообще никак только есть переходник тут такой коротенький понял вот тебе 7 плюс видите обзор айфона 7 плюс все не ну реально вот за дней пять это уже вторая ситуация причем 1 у меня был переходник но он не сработало он шипит и хранит короче ладно а скажу местного 5 на громкость сколько 24 и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ладно, они сдохли Не все А в начале, наверное, видео все такие Это Альфард, они Альфард пиарят, поэтому никто не сдохнет У нас, если мы в начале видео сказали, что кто-то сегодня сдохнет Кто-то по-любому сегодня сдохнет У меня теперь только один вопрос Не горит ли там чего-нибудь? Потому что огнетушителя нет С другой стороны идет дождь, мы просто отстанем, отдохнем, покурим и все пройдет Вот так шутки шутками, если она сейчас загорится, надо не ржать Смотрите Это новые дворники, да? Русская машина, омывайки полный бак Тихо-тихо, звук какой-то Пружинка, да, какая-то? Походу дворники просто мочить нельзя, эти тем Так, у нас умерло два нижних саба только Два верхних, видимо, целые Продаются Так, и что? Воняет Ну, конечно, воняет, они же сгорели У нас прокрутился один саморез И вот сейчас будет обучающее видео Что делать, если у вас не выкручивается саморез Вот и все Люди там сверлят что-то А ты, по-моему, не стену сломал Ты, по-моему, сабвуфер сломал Корзина Да, корзина Варвар Если вы еще вдруг не написали Лучше бы мне отдали, когда они сгорели Есть еще одна возможность сделать это сейчас Давайте посмотрим, что у нас произошло Вот это сделал Артем Это очень по-варварски В отличие от него я сейчас очень аккуратно Открываю Слышу, она прям как туда заведена Просто оторвать не получается Клей хороший по всей окружности Придется резать Смотри, кстати, слой Губа очень прочная Это уже можно смело сказать Что-то с ними так все просто Они какие жесткие Я тогда, помню, резал на Урале Понял, она как по маслу что-то Или макетник тупой Так мешковину режешь Нихуя себе, посмотри Что, на подводах ехать? Нет, на второй А, двойная шайба Посмотри Кто спрашивал, кстати Шайба двойная У меня что-то даже не получилось А вот почему она тугая резалась Нет, это тоже очень тугая идет И вот просто рукой не порвешь Шайба? Да Пытается постарались Кроволока очень толстая Слышишь, а что? Там пол-пол каркаса у нас осталось Да смотри, нихера себе ее запаяло Это смело просто Да Часть каркаса смело Двойные Шайбы очень прочные И шайбы две Подводящие очень качественно Вклеены, вшиты в шайбу Да, это изделие действительно Качественное Шайба у нас по периметру Вклеена И плюс еще прижимным кольцом Придавлено Ну, можно уже констатировать то, что Механикой этот сад будет очень трудно убить Вот слабое место мы сейчас увидели В принципе, в более чем Жестоких условиях Здесь мы что видим? Здесь мы видим, чем Тестер Лаут Саунд отличается от любых других Вот так вот У нас есть возможность посмотреть на сабуфи Сабуферы изнутри Итак, выводы Мы увидели очень добротно собранный сабуфер Действительно, докопаться в нем не до чего По механике там все супер идеально Очень прочные шайбы Очень хорошо вшитые подводящие Крепкий диф Подвес Ну, я его еле распорол Действительно, очень прочный подвес Сабуферы действительно Вот качество растет из года в год Раньше мы могли увидеть такое качество Только в сабуферах ручной сборки Сейчас к нам приходят конвейеры Действительно, это выглядит очень круто Хорошие запчасти По катушке, я думаю, что более чем крепкая Грубо говоря, 2-2,5 киловатта у нас сегодня летело на каждый саб К сожалению, не стали мерить Ну, 2-10 киловаттника При самом максимальном даже росте импеданса В любом случае, меньше 10 килл нам вряд ли давали Поэтому, грубо говоря, на сабуфер летело по 2-2,5 киловатта И это не коротковременная мощность Мы слушали достаточно долго музыку Был легкий запах вначале Даже не обращали на него внимания И перед смертью запах был очень сильный Один сабуфер отключился Мы, кстати, вот второй не посмотрели, что с ним Он отключился без шума и пыли Как говорится, просто упало давление И потом второй сабуфер у нас заклинило Очень по-жесткому Замолотило в зазор прям катушку Остается только догадываться, что он там пережил С такой мощности И с одним неработающим уже сабуфером Скорее всего, вот этот сдох вторым, который мы вскрывали Магазин Лаусан может смело рекомендовать сабуферы Мачете Спорт Для как и бюджетных боевых систем На соревнованиях по СП Так и на повседнев Сабуферов цена не самая низкая Но достаточно доступная 6,5 тысяч за 12-дюймовую версию И 7,5 тысяч за 15-дюймовую версию Два подвида есть у каждого сабуфера С D1 и D2 То есть с двумя катушками по одному И с двумя катушками по два Прошу не забывать, что результат От обычного тренашкиного у нас на 2 дБ ниже С бюджетом в 4 раза ниже То есть 315-й сабуфер, который обычно стоит в тренашке Стоит 30 тысяч Сейчас мы все сабы вкрутили Они стоят чуть меньше 30 тысяч Вот с такого бюджета у нас получилось Вот такое давление Это сходу и без всяких там пристрелок Можно было вылезти из машины Человек в машине, как правило, минусует Дверь подержать Дверь там, да Очень много еще хитростей спельных На которых мы смогли бы поднять еще минимум децибел Очень достойный результат Это был канал LoudSound У нас в ближайшее время будет очень много интересных обзоров Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны Собственно все, всем покажу, идите громко Вот еще одна вещь, которая от теста LoudSound Отличается от всех остальных Настоящая сабвуферная фрисби Походу дворники просто Мочить нельзя, идем Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому